Добрый вечер! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. Хорошо там, где нас нет, говорят в народе. А ведь и правда, примелькавшиеся природы и местные развлечения со временем перестают удивлять. И иногда взгляд со стороны очень кстати. В нашей студии необычный гость Мезен Абдальнаби. Ну а теперь давайте знакомиться ближе. Как давно и откуда вы приехали в Рязань? Для чего? Я приехал сюда 8 лет назад для того, чтобы получить сертификат и работать врачом. Но при этом вы изучаете и обучаете других египетской культуре? Да. Расскажите, кто ваши ученики, как это все проходит, с чего нужно начинать, почему вам самому это интересно? Это раньше, когда я занимался этим в Египте, были у меня знакомые. Сначала они, конечно, египтянины, и они моложе меня. И я объяснил, ну это физика, химия. То есть, поэтому мне нравится, как я объяснил. Вот, поэтому, когда я переехал сюда, я решил, что я, когда у меня есть... Что у вас есть педагогический талант, да? Да, свободное время. Можно использовать это время, чтобы научить желающие знать арабский язык. Это сложный язык? С чего нужно начинать? Каждому ли это дается, или это для избранных? Нет, это... Я считаю, что не очень сложный. Не как русский, например. Русский язык еще сложнее. А много у вас учеников? Сейчас фактически очень мало. То есть, примерно два человека. А раньше было, да, у меня было очень много. А как вы думаете, с чем это связано, что сейчас меньше гораздо? Потому что у меня нет времени. Потому что у меня сейчас ординатура, поэтому у меня очень мало времени. Раньше, когда был просто студент, у меня было больше времени. Особенно в выходные. То есть, в субботу и в воскресенье. А сейчас, конечно, потому что эта ординатура очень так... Плотно, да? Да, да. Поэтому у меня очень мало времени свободное. Ну, что рязанцы знают об этой культуре? Ведь, мне кажется, кроме того, что там хорошо отдыхать, по сути, в общем-то, и ничего. Рассказывайте честно, как оно есть? Я хочу вам сказать, что очень мало знают об этом. Потому что я был в Радиоакадемии. И фактически были только у меня студенты Радиоакадемии. И еще в библиотеке имени Горького. В библиотеке имени Горького они делают объявления, но желающих немного. То есть, мы начинаем, делаем объявления, примерно, группа начинает примерно 10 человек. И через примерно 2 месяца остается только 2-3. А через год уже нет студентов. Это связано с их делами. То есть, кто уезжает из города, кто у него... Обязательства, дети, наверное, какие-то проблемы. Вы с чего начинаете? Изучаете алфавит, самый банальный, как вот с малышами, наверное, да? Для начала это выглядит очень так сложно. Рисунок. Даже студенты мне сказали, что это за рисунок, что это очень сложно. Потому что это даже не похоже на английские буквы, не похоже на русские буквы. Поэтому для них это очень сложно. Ну, постепенно они смотрят, что эта буква такая, называется так. И, кстати, у нас есть и название буквы, а есть и признашение буквы. То есть, это... Когда мы читаем, значит, это мы используем звук. Просто название это надо знать, потому что потом будет грамматика. Зачем вам самому это нужно? Вот если так глобально немножечко поразмыслить, то есть, не просто же для того, чтобы свободное время чем-то перекрыть, правда? Конечно. И еще это будет у меня знакомый. Я общительный человек. И еще, не знаю, еще я хочу помогать. То есть, помощь это для меня обезначает очень много. Я не могу вас не спросить о последних политических событиях. Сейчас очень сложная ситуация в Египте, потому что в этом 25 январе 2011 году случилась у нас революция в Египте. И после революции люди нуждают в этом демократии. Ну, как человек жить нормально, как он найдет достойную заработную плату, как он просто... Социальные условия. Конечно. Конечно. А сейчас, к сожалению, хуже. Но я считаю, что революция пока не закончилась. А у вас там есть знакомые, друзья, близкие? Есть, конечно. Вы с ними поддерживаете связь? Ну, да. Что говорят? Переписываетесь? Какие-то социальные сети сейчас общаются, да? Конечно. Да. Есть кому-то нормально, есть кому-то очень плохо. Но вообще-то нет у кого отлично. То есть, вообще ситуация сейчас в Египте очень сложная. Особенно экономика. Потому что сейчас у Египта есть и долг, причем очень много. Поэтому финансировые вопросы – это очень сложный. Поэтому я думаю, что революция пока не закончилась. То есть, придется, что постепенно демократия будет найти место. То есть, ну, если мы скажем, что случилось во Франции, например, то мы знаем, что сейчас Франция очень хорошая страна. Но после того, как они заплатили очень дорогостоящую цены. Поэтому я думаю, что пока не закончилась революция. А вот ваши ученики, которых вы обучаете языку, они расстроились, что придется загранпаспорт пока вот как-то в другое направление применить? Да, да. То есть, была у меня женщина, примерно ей 60 лет. Она сказала, что я буду жить в Арабской Амарате. То есть, она, ей нравится, она была там, и ей нравится. Мне тоже очень нравится. Арабский Амарат, вообще-то, очень хорошая страна. Они там, экономика у них очень хорошая, техника у них очень хорошая. Они торгуют очень шикарно. Поэтому мне очень нравится, какая страна. Кстати, потому что я акушевин-эколог, считается родом Арабский Амарат в третьем месте. То есть, между странами мира. То есть, первый, по-моему, где-то в Европе. И второе место, по-моему, в Канаде. И третье место, по-моему, в Арабский Амарат. А почему вы выбрали именно это направление в медицине? У меня сначала первое образование, я агроном. Как неожиданно. То есть, сначала я работал как агроном примерно 3-4 года. Но было очень скучно и очень неприятно. Потому что они нарушают. У меня молочные продукты, техника, то есть направление. Поэтому я работал сначала на заводе. Они очень много нарушают, к сожалению. Вы столько секретов раскрыли сейчас. Да, да. Поэтому это мне не нравится морально. Поэтому я решил через некоторое время, что это не мое. Поэтому я решил, что это агроферма. Вы решили лично уже помогать мамочкам, да, успокаивать, чтобы видеть, как все происходит. Да, да, да. Вот это в конце концов. Сначала еще было 2 года в ветеринарной факультете. Вы на все руки. Вот, стараемся. Но я не могу не спросить, может быть, у вас есть еще и хобби какое-то? Конечно, есть хобби. Мне очень нравится природа в России. Вообще очень. Летом ехать за городом, жарить чашлик и еще собираться, это ехать за грибами. Тоже мне очень нравится. Кататься на конке. Здесь на конках. Это вообще мне очень нравится. Несмотря на то, что я ложе. Вы знаете, я очень благодарна вам за эти 10 минут, потому что вы позволили другими глазами взглянуть на наши просторы, что у нас тоже есть где повеселиться. Обычно я прощаюсь с телезрителями. Я могу вас попросить на арабском языке сказать «До новой встречи в эфире». Спасибо.